Система сдачи государственных экзаменов Еще в прошлом году эту систему многие критиковали, поскольку не видели резонно менять установленный порядок. Тем не менее, по словам экзаменационного центра ИНОВА, с помощью которого и происходит регистрация на госэкзамен, особой разницы между прошлым годом и этим не чувствуется, если мы говорим о сдаче эстонского языка. Я могу сказать, что по сравнению с прошлым годом сдача эстонского языка нынче прошла без особых изменений. Эстонский язык в качестве родного сдавали 6951 абитуриент, в качестве иностранного 2177 человек. Но, кстати, не все были обязаны сдавать эстонский в качестве иностранного. 38 учеников были освобождены от госэкзамена, поскольку уже имели высшую категорию – С1. Судя по первичным результатам госэкзамена, сложнее всего абитуриентам пришлось с математикой. Если раньше экзамен был довольно сложным, то теперь авторы решили его упростить, и в этом году можно было выбрать упрощенный и сложный варианты. Примерно половина выпускников 4359 выбрали более сложный вариант экзамена, другая половина – 4343. Ученика – упрощенный вариант. Однако для поступления во многие вузы этот упрощенный вариант не принимается во внимание, и, например, Таллинский технический университет в связи с этим решил пойти абитуриентам навстречу, согласившись, что они пойдут на пересдачу математики и сдадут более сложный уровень. Среди иностранных языков самым популярным оказался английский. Из более чем 9 тысяч выпускников его выбрали более 7 тысяч. 21 абитуриент из всех получил 100 баллов хотя бы по одному экзамену. А начиная с сегодняшнего дня, выпускники могут подать апелляцию, если считают, что полученные баллы были занижены.